Пари Кубок Содружества – первые международные соревнования по биатлону, которые пройдут в регионе. Это важный старт для спортсменов. В современных реалиях такие соревнования позволяют олимпийцам поддерживать тонус и боевой дух. С Рязанью я лично знаком давно. Мы проводили здесь первенство города Москвы. За последние пять лет стадион, правда, превратился в один из ведущих стадионов России. Поэтому СБР и доверило проведение первого зимнего этапа Кубка Содружества. К моменту проведения конференции для СМИ заявились 43 мужчины и 31 женщина. 15 мужчин и 15 женщин – спортсмены из сборной страны. Спортсмен-олимпийц из России и Беларуси отметил Мелехов довольны трассой и ее состоянием, несмотря на погодные условия. Погода в ноябре месяце позволила нам заготовить тысячи кубометров искусственного снега. Система оснижения работала круглосуточно. Только тогда, когда устанавливался хотя бы небольшой минус, мы работали, заготавливали снег, перевозили снег, уплотняли его. И на сегодняшний день из искусственного снега у нас с вами подготовлено 3 километра 300 метров. Подушка составляет 30-40 сантиметров. И несмотря на то, что сейчас немножко раздождилась, отпустила, трассы находятся в хорошем состоянии. Для зрителей выставлены трибуны на 3000 мест. Творческие коллективы и аниматоры, профессиональные комментаторы и красочные церемонии награждения. Все это ждет рязанцев и гостей города в ближайшие выходные. Про интерес к биатлону населения я уже сказал, он сумасшедший. То есть я уверен, что Рязань это то место, которое заслужило данный кубок. И скажу простым обывательским языком, мы не подведем. Для зрителей организована парковка на 1000 мест, а также шаттлы, которые будут курсировать в площади театральной с 8 часов утра. Впервые в этом сезоне такие дисциплины, как суперспринт, он очень красочный. И мастер-старт большой, в котором участвуют все участники. Поэтому приходите на стадион и увидите все своими глазами. Еще несколько лет назад никто не мог подумать о том, что Рязань будет принимать соревнования такого уровня. Историческое событие в рязанской спортивной жизни. И вы еще успеете оказаться причастными. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!